Мечта стала реальностью. 15 молодых художников из разных регионов страны стали победителями онлайн-конкурса проекта «Поколение М». Сегодня их работы выставляются в Третьяковской галерее. Среди них два ульяновца – Даниил Курамшин и Владислав Горбатов. Конкурс «Третьяковская галерея онлайн» – часть федерального творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Проект реализует компания МТС и Государственная Третьяковская галерея. Его участники – дети и подростки в возрасте от 11 до 18 лет со всех регионов страны. Свои идеи они воплощали в эскизах, затем загружали на сайт проекта, чтобы побороться за возможность продемонстрировать свои работы в Третьяковской галерее. На мой взгляд, очень много пользы тем, что позволяет людям с совершенно разных уголков страны достучаться до такого места, как Третьяковская галерея, победить в проекте, приехать сюда и выставиться наряду с великими художниками мира. Это здорово, это, конечно, меняет жизнь людей, и мне кажется, это самое важное. В этом году экспозиция имеет свои особенности. Впервые главный музей национального искусства России представил цифровой арт-объект. Картины на масштабном мультимедийном экране как бы наплывают на зрителя из космоса. Да и космическая тема заявлена впервые. Мне нравится, что работы представлены не в традиционных картинных рамах, на стендах, как обычные. Ты действительно чувствуешь себя находящимся в каком-то пространстве космоса, таким, каким он возникает в воображении тех детей, которые стали победителями этого конкурса. Автор инсталляции – художник-скульптор Растан Табасиев. Он же наставник участников проекта, который вдохновлял их на создание эскизов для цифрового объекта. Растан предложил ребятам рассмотреть космос как мастерскую для творчества. Результат превзошел все ожидания. В финал конкурса вышли сразу два участника из Ульяновска – Даниил Курамшин и Владислав Горбатов. И оба – студенты строительного колледжа, учатся на архитекторов. Отношение к художественному творчеству у ребят складывалось по-разному. Даниил увлекается рисованием с детства и закончил Ульяновскую художественную школу номер 13, а Владислав – самоучиком. В первом классе мама отдала мне художественную школу. Это твое было желание? Ну как мама настояла, сейчас не жалею, что пошел учиться в художественной школе. Что тебя сначала удивляло? Что нужно очень много рисовать, трудиться и думать мозгами много, придумать разные идеи и мысли. По словам Даниила и Владислава, о конкурсе им рассказал педагог Татьяна Матькова, которая ведет в колледже курс по колористике. Благодаря ей ребята отправили свои работы на конкурс. Я очень люблю космос и увлекаюсь космосом и читал по нему. И мне очень нравится. Твоя конкурсная работа, она тоже с космосом связана, как собственно и у всех участников. И ты изобразил солнце, да? Солнце и молния. Я рисовал ее где-то 4-5 часов и мне сразу возникла идея с молнией и я решил дополнить ее солнцем и получилась такая картина. Сюрпризом для молодых художников стало посещение выставки «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Крупнейшего в истории Третьяковки международного выставочного проекта. Ребята воочию увидели шедевры мирового искусства, картины как русских, так и немецких художников. К слову сказать, посещение участниками проекта поколением главного музея национального искусства России состоялось накануне важной для государственной Третьяковской галереи даты – 165-летие со дня ее основания. Годом основания Третьяковской галереи считается 1856 год. Именно тогда промышленник и меценат Павел Михайлович Третьяков приобрел первую картину русского живописца Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Это случилось 10 мая по старому стилю. А этот художник родился в селе Акшуат Симбирской губернии в семье крепостного крестьянина в имении Ивана Петровича Поливанова. Заметив незаурядный талант молодого человека, Поливанов отправил его учиться, а затем дал больную. Таким образом, можно сказать, что картина симбирского художника послужила поводом для создания Третьяковской галереи. В момент смерти Павла Михайловича Третьякова в собрании Третьяковской галереи было 3500 художественных произведений. На сегодняшний день это более 200 тысяч произведений. Это огромная коллекция, и мы стараемся делать так, чтобы максимально делать ее доступной и доступной в нашей экспозиции. Итогом торжественного открытия выставки стало награждение участников проекта и совместное фото на память. Специальная экспозиция «Поколение М» будет работать в здании Новой Третьяковки на Крымском валу до 3 июня. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Продолжение следует...